Они уложили мужа на пол, тут же лежать, руки за спину. Когда ребенок, один из моих детей, плакал, один из сотрудников сказал, не плачь, мальчик, мы снимаем кино. Они изначально готовят тех лиц, которые в дальнейшем будут участвовать или могут участвовать в каких-либо террористических акциях, террористических атаках. Хизб Ут-Тахрир Аль-Ислами, дословно партия исламского освобождения. Международное религиозно-политическое движение, возникшее в Иерусалиме 65 лет назад. Организация работает в около 50 странах мира, в большинстве легально, но в некоторых странах пришлось уйти в подполье из-за обвинений в экстремизме или терроризме. В России Хизб Ут-Тахрир с 2003 года под запретом. Организация, которая имеет целью устранения неисламских правительств и установления исламского правления во всемирном масштабе путем воссоздания всемирного исламского халифата. Это серьезный признак нарушения прав мусульман, которые они объединяют, или какие-то объединенные группы. Естественно, Россия ревностно относится, когда внутри самого России появится некая исламовская идеологическая политическая партия, которая в разрез, может быть, и в Кремле. По всему миру Хизб Ут-Тахрир насчитывает около полтора миллиона приверженцев. До аннексии несколько тысяч сторонников было и в Крыму. В отличие от многих, опять же, исламистов, партия официально придерживается принципа неприменения силы. По российским законам все, кто причастен Хизб Ут-Тахрир – террористы. В России осудили более 200 человек. В аннексированном Крыму с 2014 года арестовали 25. Что не устраивает Россию в Крыму? В первую очередь, это не устраивает народ, который не привык одобрять полностью все действия власти. И поэтому в этом смысле показательная порка, в первую очередь, крымско-татарского общества является, скажем, первостепенной задачей для спецслужб, я бы сказал бы, для всего российского руководства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова